Слава нашему Господу, что Господь, Он открыл нам глаза. Знаете, мы читаем книгу Откровения. Там написано, что у Бога есть масло. И если Он помажет наши глаза, они будут видеть Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Будут видеть, что только в Нем спасение и оправдание. И это так есть. Поэтому мы сегодня здесь. И да поможет нам Господь, чтобы, имея глаза, мы видели, и имея уши слышали, и в этом благословение. Дарин liegt Сег. Я сегодня хотел затронуть одну, я думаю, важную тему. Я хочу сегодня ein Thema обеспечить, я думаю, это очень важное. И я ее так назвал, не будь обеспечен к своему спасению. И я так назвал, что я имею в виду, и я так называю, и я имею в виду, что, когда мы пришли к Богу, мы начали заботиться о своем будущем, и о своей вечности, но тем не менее, в нашей христианской жизни приходит это состояние, когда даже мы как христиане, мы становимся беспечными, в том, что мы привыкаем к той ситуации, к той обстановке, в которой мы находимся. Мы привыкнемся к ситуации, к той ситуации, в которой мы находимся. И когда мы читаем или слышим в скафетре, что скоро придет Господь, мы соглашаемся с этим, мы можем даже говорить «Аминь», но мы идем с церкви и продолжаем жить в том же ритме, в котором жили. Потому что внешне, в нашем окружении, вроде бы, сильно ничего не изменяется. Но мы должны понимать, что все наше окружение, оно постоянно находится в определенном движении. Я для себя нашел объяснение беспечности. И хочу зачитать несколько характеристик. Беспечность – это состояние крайней беззаботности, отсутствие беспокойства. Нахлессigkeit – это очень большая ситуация для ослабительности. Нахлессigkeit – это просто, чтобы не помочь, Ну, человек так спокойно. Все хорошо. Солнце встает и заходит. Все нормально. И человек так спокойно. И человек так спокойно. Солнце встает и заходит. Все нормально. Я сейчас не на ту тему, которую говорил Брат Павел последний раз, да, он говорил о том, что не заботьтесь, да? Это абсолютно разные вещи. Это абсолютно разные вещи. А то, может быть, мы так, знаете, так сильно доверяем Богу, что вообще ничего не хотим делать. И говорим, Господь все будет за нас делать. Здесь вот как раз о том, что есть момент, который Господь от нас ожидает, что мы что-то должны делать. Беспечность – это легкомысленное отношение к собственным нуждам. Это даже, знаете, становится чертой характера человека. Это даже, знаете, становится чертой характера человека. Беспечность – это нравственный недуг соседствующим с греховным пороком как лень. Сложно. Hier steige ich aus. Окей. Получается так. Человек беспечный, в нем очень часто присутствует и прогрессирует лень. Anders formuliert, die nachlässigkeit beinhaltet, oder ein Mensch, der nachlässig ist, beinhaltet auch häufig diese faulheit, unbekümmertheit. И часто человек, он просто ленивый. Und häufig ist der Mensch einfach nur faul. И в этом проявляется его беспечие. Und darin äußert sich auch seine nachlässigkeit. Он просто не хочет что-то лишнего сделать. И очень экономит на своих ресурсах. И обкрадывает свою душу. А вот человек, который противоположный этому, он бдительный, осторожный и очень внимательный. Er ist wachsam, er sorgt sich, er ist grundsätzlich sehr wachsam unterwegs. И вы знаете, Библия, она тоже раскрывает моменты, Иисус Христос раскрывает. И мы прочитаем Евангелие от Луки, 9. Глава, 25. Стих. Где Господь через Своё Слово обращается к нам и говорит. Мы даже можем воззять и 24. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережёт её. И что пользует человеку, приобрести весь мир, о себе самому, о себя самого погубить или повредить себе». То есть здесь мы видим, что Слово Божие, оно предупреждает нас. Мы можем очень усиленно заботиться о нашем земном, настоящем. И в этом всём упускаем самое главное и важное. Нам нужно позаботиться о Вечности. Нам нужно позаботиться о нашей бессмертной Душе. для того, чтобы она была Вечности с Господом. У меня был коллега на работе. Он, знаете, все Versicherungen, которые можно только на старых лет собрал. Он себе купил Грюнштук. Er hat sich ein Грюнштук кауфт. Ein Haus hat er sich entschieden кауфт. там Lebensversicherung abgeschlossen. В общем, всё, что могло бы финансово так, скажем, ну, очень хорошо обеспечить. Ему стало 59 лет. И он ушёл в Вечность. И я с ним неоднократно как-то разговаривал. Вальдемар его звали. И он как-то всё по-философски относился к будущему, к своей душе. И я бы сказал, проявлял определенное обеспечение. И мы знаем, Христос, он тоже приводит интересный пример за богатого человека. Мне хотелось прочитать эту притчу, хорошо знакомую нам. Это будет 12 глава Луки 16 стиха. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и всё добро моё. и скажу душе моей, душа много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Жизнь обеспечена. Человек состоялся. У него прекрасное богатство. И вы знаете, с человеческой точки зрения, наверное, кто-то скажет, вот человек, который позаботился и подумал, наверное, мудрый. Но это была бы человеческая оценка. Есть ещё Божья оценка на твою и мою жизнь. Есть ещё Божья оценка на жизнь этого человека. И мы читаем 20 стих. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Кому? Знаете, Иовское время сказал, что я наг пришёл, я наг уйду. И когда мы будем уходить от этой земли, мы ничего не сможем взять с собой. будем уходить. Но то, что нас будет сопровождать, мы читаем в книге Откровения, что наши дела, они будут следовать за нами вечность. И наши дела, и наша жизнь, это есть определяющие, где мы будем проводить вечность. И мы знаем, что есть две вечности. Одна с Господом, и одна вне Бога, где будет плач и скрежет зубов. И знаете, когда мы проявляем безпечие в нашей христианской жизни, мы поступаем очень неосмотрительно. когда мы погружаемся в повседневную суету, мы становимся беспечными. Мы становимся ленивыми. И у нас вот это материальное, оно становится на первом месте. И Христос сказал, это невозможно служить Богу и Мамоне. Кому-то обязательно ты будешь отдавать свое предпочтение. Ты не сможешь сохранить этот баланс, чтобы и там, и там тебе было хорошо. И поэтому это очень важно сегодня для каждого из нас. И я бы просто предложил так для себя и для всех присутствующих. Задай себе вопрос, какой категории людей ты бы мог отнести себя к беспечным или бодрствующим, ожидающим пришествия Иисуса Христа. Просто загляни в глубину своего сердца. Я думаю, там ты увидишь ответ. И может быть, он не в ту пользу, где ты будешь провозить вечность с Богом. Но сегодня Господь напоминает тебе и мне, что скоро он придет. И мы видим, что Сергееву уже слышны. И люди может быть сегодня говорят, как там брат Эдуард проповедовал, я тоже коснусь с Петра, этих мест священного Писания. И люди этого мира и возможно в церкви они смотрят, как бы ничего не меняется. И может быть был момент, когда кто-то из нас здесь присутствующих, когда мы покаялись и мы слышали, что скоро придет Господь. И это нас так пробудило. это привело нас к покаянию. И потом мы может один, пять, десять лет уже в церкви. И как бы Господь не пришел. И знаете, мы начинаем духовно спать. Приходит вот это состояние духовного сна. И когда приходит состояние духовного сна приходит беспечие. Я не ценю служение. Я перестаю регулярно читать Слово Божье. Я перестаю молиться. Я не часто прихожу в собрания. И приходит вот эта духовная лень. Но вы знаете, Бог, Он верен в Своих словах. И Он сказал, сей гряду скоро. Держи, что имеешь. Смотри, чтобы кто не восхитил винца твоего. И вот это состояние ожидания, это противоположность безпечию. Вы знаете, люди сегодня часто пытаются, может быть, как-то по всем событиям, которые происходят, вычислить время пришествия Христа. Христа. Вы знаете, сколько математиков было уже за эти столетия или тысячелетия. Это не вычисляется. Мы можем видеть на основании Писания по определенным признакам. умножиться беззакония. Восстанет царство на царство. Восстанет народ на народ. Брат против брата. И Христос это все перечисляет. И это признаки пришествия. Но одни и части, так говорит Писание, никто не знает. Но мы читаем, если мы откроем послание Петра, то во втором послании в третьей главе, третья глава второго послания Петра, 10 стих, придет же день Господин как вор ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Господь придет очень неожиданно. Тогда, когда человек наверное не в бодрствующем состоянии. тогда, когда человек в неожиданно состоянии находится. И вот поэтому важен сегодня призыв для церкви, чтобы мы были ожидающими. Мы откроем Евангелие от Матфея 24 главу, 42 стих и 44 включительно. и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын человеческий. Знаете, невозможно услышать шаги Иисуса и быстро покаяться для того, чтобы войти в небо. А если ты или я, мы можем спать, и Христос придет, и мы ничего не успеем. С каким сердцем мы легли, с таким сердцем я встречу своим Господом. Это неожиданно, поэтому нам нужно, чтобы наше сердце, оно было готовым, в каком плане, чтобы оно было чистым, примиренным с Богом, примиренным с твоим ближним, братом, с сестрой, с человеком. По одной важной причине мы не знаем, когда Христос придет, но Он придет, и Он очень близко, и поэтому нам сегодня нужно бодрствовать. И посмотрите, что Христос дальше говорит в этой притче. Блажен тот раб, которого Господин его пришедший найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, нескоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей свои, и есть пить с пьяницами, то придет Господин рабат того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает. И здесь мы еще и еще раз видим напоминание от Господа, чтобы мы были те, которые ожидаем, чтобы мы были не те, что, может быть, приходила мысль, ну, сколько уже я в церкви, может быть, 25 лет, может, 10, 30 лет, и что-то Господь не идет. Но может быть Господь не идет по одной причине, и ее обозначает апостол Петр, он долго терпит, чтобы ты и я еще покаялись, он дает тебе сегодня этот шанс и мне, для того, чтобы мы были церковью, ожидающей и небеспечной. Если мы возьмем послание евреям, 9 глава, 28 стих, так и Христос, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Вопрос. Ожидаешь ты Иисуса Христа? Готово твое сердце? Можешь ты сегодня сказать, Господь, гряди, я ожидаю твоего прихода, я ожидаю встречи с тобой, я как эта невеста приготовил себя для тебя, я сегодня стою в этом весоне праведности, который ты мне даровал через твою кровь, очень важно сегодня, братья и сестры, чтобы мы были готовы, чтобы мы не были беспечными, потому что если мы прочитаем книгу Притчи, и там я сейчас момент, это будет 24 глава, 33 стих книги Притчи, Немного поспишь, немного продлемлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя как человек вооруженный. То есть, если мы вот так просто с ленью, с нерадением будем жить нашей христианской жизнью, наша жизнь пролетит, но нам нужно будет дать отчет Богу, потому что каждый из нас он будет давать отчет нашему Богу, потому что каждый из нас будет может быть это сегодня такое строгое слово, но я думаю это то слово, которое должно нас пробудить, но я думаю это слово которое нам это будет и сегодня брат Сережа напоминал и говорил когда Христос отделит овец от козлов и там две категории людей третий нету что вот переждут и как-то может быть или с рая в ад или с ад в рай Иисус сказал что это невозможно и мы видим что те люди которые творили добро во имя Иисуса Христа они были ожидающими они понимали что наша жизнь она должна быть именно такой и были те которые были беспечными может они приходили в церковь может они ходили в богослужение но они не жили этой жизнью добродетельной и они не жили теми обетованиями которые Господь сказал но они не не gelebt nach diesen динам которые Гот benannt hat я сегодня тем человеком которым Христос поставит на ту сторону который скажет благословенные или он скажет я никогда не знал это очень страшно братья и сестры если Господь скажет я тебя никогда не знал это вечное осуждение это вечная погибель но Господь он призвал нас к спасению он призвал нас к жизни вечной и вы знаете те кто ожидает он придет и он возьмет к себе и он будет с сих не знаете мы читаем интересную историю за Симеона это рождественская история я иногда читал на рождество но когда я смотрел вот эти местописания я увидел там интересная характеристика на этого человека 2 глава Луки 25 стих и ниже тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон он был муж праведный и благочестивый ожидающий утешения Израилева и Дух Святой был на нем ему было предсказано Духом Святым что он не увидит смерти пока не увидит Христа Господня здесь мы видим очень интересный момент Библия дает характеристику на человека благочестивый праведный и еще одна очень важная характеристика ожидающие спасения увидеть потому что когда-то Дух Святой ему сказал что прежде чем он уйдет от этой земли то он увидит Спасителя Христа и мы видим что этот человек ожидающий он не просто сидел когда ему скажут что родился Христос но он постоянно приходил в храм и в присутствие Господня он боялся пропустить этот момент может быть я не буду в этом служении в этом храме и туда уже принесут Христа чтобы благословить его Бога видим что он как ожидающий он постоянно это делал он ходил в храм и 27 стих и пришел он по вдохновению в храм и когда родители принесли младенца Иисуса чтобы совершить над ним законный обряд он взял его на руки благословил Бога ныне отпускаешь рабаты рабат твоего владыка по слову твоему с миром ибо видели мои глаза мои спасение твое знаете я думаю что это как раз то вознаграждение когда он находился в этом ожидании и Бог дал ему эту прекрасную возможность встретиться с Иисусом и он говорит видели мои глаза и знаете если мы ожидающие наши глаза они увидят Иисуса Христа а мы будем в его присутствии потому что мы ожидающие и поэтому стоит пересмотреть нам сегодня нашу жизнь стоит пересмотреть те ценности которыми мы сегодня живем потому что все на этой земле оно временное оно проходящее оно тленное где твое и мое сердце и Христос говорит где твое сердце где твое сокровище там твое сердце и мне хотелось еще прочитать послание Петра то что я уже коснулся коротко и мы прочитаем то что говорит священное писание и потом будем двигаться в молитве и может быть кого-то потревожит Господь и кто-то пожелает чтобы за него помолились и вы знаете я думаю что выйти пред лицом Господнем для того чтобы помолилась церковь это благословенно это не стыдно стыдно будет тогда кто услышит я никогда не знал вас но сегодня Господь называет тебя по имени и он говорит ты Господин пересмотри свою жизнь будем читать с 9 стиха 2 послание Петра 3 глава даже 8 возьмем одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленные что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день не медлит Господь исполнением обетования как некоторые почитают то медлением но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию придет же день Господень как вор ночью и тогда небеса с шумом придут стихии же разгоревшиеся разрушатся земля и все дела на ней сгорят если так все это разрушится то какими должно быть в святой жизни благочестии вам ожидающим и желающим пришествия дня Божья в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба и нового земли на которых обитает правда итак возлюбленные ожидая этого почтить почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире и долготерпение Господа нашего почитайте спасение как и возлюбленный брат ваш Павел по данному премудрости написал вам как он говорит об этом и во всех посланиях в которых есть нечто неудобо в разумительном что невежды и неутвержденные к собственной своей погибли превращают как прочие писания итак вы возлюбленные будучи предварены об этом берегитесь чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа Ему слава и ныне и в день вечный Аминь мы будем молиться давайте мы встанем мы будем просить Господа чтобы Он помог нам быть бодрствующими и ожидающими и может быть кто-то нуждается в молитве церкви вы можете пройти и мы будем за вас молиться а Господь будет совершать а Господь а Господь